Завершен перекрестный российско-германский год регионально-муниципальных партнерств. Его главные герои – города-побратимы двух стран, а это более ста пар, в том числе Хемер и Щелково. Наши делегации были приглашены на итоговую конференцию, главная тема которой – как простые граждане, которые дружат городами, могут повлиять на снижение напряженности в большой политике. В этом месте когда-то проходила Берлинская стена. Можно ли с помощью народной дипломатии сделать так, чтобы она не была вновь воздвигнута ни в физическом, ни в виртуальном смысле в отношениях между нашими странами. Эту непростую задачу решают представители городов-побратимов России и Германии в сентябре на конференции в Берлине. Саммит был организован при поддержке МИД Германии и Российского посольства. Замглавы администрации Щелковского района Юрий Родионов представлял на открытии одного из организаторов с российской стороны – Международную ассоциацию «Породненные города», в которую входит наш район. От имени президента Международной ассоциации «Породненные города», губернатора Московской области Андрея Воробьева, от всех городов, членов Международной ассоциации «Породненные города» и Щелковского муниципального района Московской области хотел бы выразить благодарность организаторам форума с германской и российской стороны. В течение трех дней участники делились опытом, спорили и дискутировали. Юрий Родионов познакомил коллег с двусторонними проектами Щелкова и Хемера, как новыми, так и начатыми еще 26 лет назад. Выступление произвело впечатление. И прежде всего активностью небольшого подмосковного района, который мало того, что имеет 17 побратимов, половина из которых – города Евросоюза, но и поддерживает эту активность практически с каждым. О чем сказал наш первый докладчик? Это о том, что у них нет информации о таких маленьких городах, как наш город Щелково и город Хемер, Германия. А работа ведется в этих двух маленьких городах на наше взаимодействие и укрепление дружбы, на мой взгляд, очень большая. Я тут назвал Щелково и Хальдон самым активным из всех вот таких. По московскому сравнению ни с кем не идет. Но количество обидов – это просто потрясающе. Безусловно, нельзя отрицать, что отношения наших стран знавали и лучшие времена. Но созданные городами-партнерами платформы общения исключают отчуждение и тем более вражду. И так уже на протяжении многих десятилетий. Да, в отличие от нас немцы более сдержаны. Но жители городов, у которых есть партнеры в России, точно не хотят поддаваться давлению большой политики. Граждане сейчас готовы, готовы активно сотрудничать. Они, так сказать, в протест. В протест. И еще больше, чем в речи. Активной политике они говорят, нет, мы можем сотрудничать с Россией. Мы можем это делать. Мы на одном точке соприказновения. Нас не интересует большая политика. Кульминация Берлинского форума – заключительное мероприятие перекрестного российско-германского года регионально-муниципальных партнерств. Оно прошло в Министерстве иностранных дел Германии в присутствии двух глав дипломатических ведомств – Хайка Маоса и Сергея Лаврова. Можно с полной веренностью утверждать, что год выдался успешным, обогатированным региональным сотрудничеством, которое, конечно же, является очень важной составляющей нашего двустороннего дела. И мы продолжим усилия в укреплении качества двустороннего взаимодействия на благо народов России и Германии во имя мира, стабильности и процветания на нашем континенте и в Ересах. Спасибо. А не попутный ли это ветерок со стороны большой политики в направлении российско-германского партнерского движения? Сам факт того, что люди сойдутся вместе и разговаривают, это очень важный и очень серьезный сигнал. Конечно, большая политика отражает интересы людей. Это происходит сложно, это происходит трудно, но отражает. И если люди хотят разговаривать, значит, это отразится на большой политике, и я это мужчина. За нашу многолетнюю дружбу председатель правления германо-российского форума Матиас Плацек вручил представителям Щелкова и Хемера благодарственное письмо. А города-партнеры уже начали подготовку к следующей конференции в 2019 году в Дюране. Ирина Микеда, телерадиокомпания Щелкова, Берлин, Германия.